Приветствую вас, Елена, и давайте для начала попробуем рассмотреть ситуацию с нижней стороны. Есть начальник, директор, который считает, что вы что-то делаете не так. И субординация позволяет ему делать вам замечание. Он как директор, если его замечание носа чисто в деловой и профессиональный характер и направлено на то, чтобы максимально оптимизировать работу предприятия, имеет полное право это делать. И здесь первый вопрос. Вы с этим согласны? Дальше. Когда начальник видит, что вы его замечание не выполняете, не придаёте ему значение, продолжается делать так же, по мнению начальника, хуже, чем нужно. У него, естественно, возникает удивление и понимание того, что вы не слушаетесь его, вы не соблюдаете, собственно говоря, профориентацию, субординацию, и это является нарушением трудовой дисциплины. Вы с этим согласны? Далее. А вы не поясняете, исходя из вашего письма, это кажется наиболее вероятным, вы не поясняете своему начальнику, почему вы продолжаете делать так. То есть, вы не стремитесь показать ему плюсы вашей позиции. И это не позволяет начальнику понять, почему вы делаете, понять ваши мотивы. Ему кажется, что вы делаете это из вредности и изобретения. Вы с этим согласны? Дальше. Теперь поговорим о внутренней стороне ситуации. Вы не слушаете начальника, который, по идее, опытнее вас. С чем это связано? Почему вы не считаете, что можете действительно делать что-то не так? Вы не уверены в себе или, наоборот, слишком уверены в себе? А если вам не нравится работать на начальника, если вы не считаете, что он адекватно оценивает ваши способности и вообще не ценит вас как сотрудника, то, возможно, вам не стоит работать на кого-то, а стоит работать на себя, чтобы вы были хозяйкой самой себе. И тогда проблем, по идее, быть не должно, потому что вы будете работать сами, так как вы считаете нужным, и соответственно, иметь результат тот, который вы сами же не наработали. Это оптимальный вариант для людей, которые не считают, что начальники относятся к ним хорошо. Так бывает. Далее. А если вы все же с этим не согласны и считаете, что вам нужно, и вы хотите работать в офисе, и хотите работать в коллективе, тогда необходимо смириться с тем фактом, что у вас будет начальник. Всегда. Всегда будет кто-то выше вас. И если вы не будете этого человека слушать, заглядываться на него, то будут проблемы. Всегда будут проблемы. И вопрос заключается в том, что мешает вам делать так, как хочет начальник. Просто для того, чтобы сохранить свое место и получать, собственно говоря, деньги. А свои личные взгляды, свое личное мнение выразить там, где дело не касается профессиональной сферы. То есть, смотрите, как получается. Вы считаете, что если вы уступите своему начальнику, возможно, то вы проявите слабость. Но он начальник. И для него слабость то, что вы не делаете так, как он хочет. По крайней мере, именно так он это воспринимает. И вы сами себе вредите тем, что вы не слушаете начальника. Но если вы считаете, что вы проявляете слабость, то вы исполняете нем других сверх. Не позволяйте, например, никому командовать вами в личной жизни, в семейной, в социальных хобби и так далее. То есть, как бы компенсируйте вот этот момент, что вы вынуждены кому-то подчиняться. И тогда у вас все будет хорошо. Далее. Вы также можете озаботиться карьерным ростом, то есть, развитием профессионально, чтобы в один прекрасный момент самостоятельно управлять кем-то, и чтобы над вами прямого начальника не было, а были только надзорные органы. Ну, знаете, это инспекции, проверки и так далее. Но для этого нужно стараться, для этого нужно, опять-таки, налаживать контакт с людьми и добавить до времени. Все-таки случится тех, кто занимает более высокое должностное положение, чем вы. Без этого у вас не получится добиться сколько-нибудь успехов. Уважаемая Елена, я рекомендую вам ответить на те вопросы, которые были заданы, и продумать, почему вы ответили на них именно так. Это и будет, значит, помощь дала. Это и будет началом работы над собой и над изменением своего поведения в лучшую сторону. По крайней мере, говоря лучше, имеется в виду, скажем так, конструктивную, более эффективную для вас. Это нужно очень хорошо разграничивать в данном случае. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи. Продолжение следует...